Виталий Гибров 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 Мы будем в игротеке. Топорова Татьяна и игротека. Наталья Челякова и Сергей, он же Никита, Батарчук. Привет всем, привет Тавара. Сегодня у нас будет сказка-терапия. Мы будем исследовать жизненные сценарии с помощью любимой сказки. Здравствуйте, Тавара. Ну, кроме сегодняшнего мастер-класса, хочется познакомить вам. Мы с Наташей планируем 15 мая начать группу, которая условно называется «Я не такой, как я». С ее работой можно познакомиться на месте. Тем, кому интересно, можете взять большую колючку, которую мы для вас сделали. Называется она «Пятьдесят процентов крадости». Трехшаковый сценарий. Вы могут, приходите. Я немножко обманываюсь. Спасибо. Ждем вас в 14-м году. Это были дрова. Дрова у нас такие одухотворенные травмы. Еграют по глазу. Представьте, он пятый рука. 14-й. Батарчук. 14-й. Светлана Мамаева. Директор по развитию ТСД-тренинга. Добрый день, Мария. К сожалению, Светлана сегодня проводит этот же мастер-класс на Киеве. Мы проведем тоже пробуждение интуиции специально для вас. Меня зовут Наталья. Это моя коллега Алла. Мы тренируем ТСД-тренинг Центра транссистемного развития. Наш мастер-класс будет про то, как пробуждать интуицию. Вероятно, у каждого из вас иногда внутри рождалось такое ощущение, как будто вы где-то уже немножко знали, предчувствовали, что может произойти, как может произойти. Но, возможно, кто-то шел за этим ощущением, а кто-то нет. Мы с вами на мастер-классе научимся слышать, слушать себя, свой внутренний голос, где-то ощущать и понимать, куда он ведет нас и как мочь уметь за ним идти. И каждый из вас может намного больше. На нашем мастер-классе вы сможете это почувствовать. У нас будет много практики. Я думаю, в конце дня это будет ресурсно для вас. Приходите. Мамаева «Орел» и «Танская». А, «Орел» и «Танская» будет. Хорошо. Тринадцатой. Вот эти девушки идут к тринадцатой. Так. «Орел» и «Танская» от «Татьяна». Всем добрый вечер. У меня такое ощущение, что я с тренера буду выбирать себе участников, потому что участников так много. Ну, как бы, что меньше, чем тренера. Мы хотим вам предложить мастер-классы. И тот, кто никогда не стоял перед выбором, как тот осен, который умер с голоду между кучей сена и кучей морковки. Вот кто никогда не стоял перед таким выбором, вы можете не париться и не приходить. А если вы когда-нибудь сталкивались с тем, то, что вот этого мужчину выбрать или вот этого. Вот туда пойти или вот туда. Вот мы научимся конкретно, очень нерационально, совершенно непонятным образом выбирать то, что подходит именно конкретно для вас. Прямо рабочий инструмент. Прямо на этом мастер-классе. Прямо сегодня. Приходите. А где он в 10 классе? В 10 классе. В 10 классе. Так, 10 классники идут с первого этажа первого корпуса. Аудитория 10. Покурация. Фотографирующая на вас компромат. И потом присылающая вашим родственникам с подпищем. Они все где. Значит, видите фотографа. Если не хотите, чтобы ваш южный шинат узнал, чем вы занимались, то так делайте. Игорь Нишлет. Всем привет. Спасибо, Таня. Это была шутка. Конечно же, никакого компонента. Творческий проект называется «Сюрфа и с лицом картинный арт-объект». Здесь с помощью природных компонентов и с помощью вашей фантазии. Буду рада сотрудничать. Подходите после мальники или ловите мне, где вы видите. Спасибо. Игорь Нишлет. Я рекомендую философских наук кафедрой НЕСКО. Делаю в своей выставке фотографий у всего мира. Прямо сейчас. Екатерина Шутолёва. Голосарь. Куда же он удел? Твою жену где-то используют. А тут не сидишь. Я не знаю, что понимаешь, что они штантесты. У него здесь и сейчас прямо на территории. У него сейчас мастер-класс. Театр и студия «Ступени». Владимир Суминов, Ирина Кошков, Алена Шона, Дмитрий Холок. Тренинги актёрского мастерства. Благодарю. Доброго денёчка, Тавалия. Очень рада вас видеть. Я вас приглашаю на наши тренинги актёрские, на которых продолжаем знакомить вас, как актёры работают за своими физическими и психологическими блоками. Добро пожаловать. Театр-студия «Ступени» 12. Владимир Золотарёв. Есть. Клуб органического земледелия. Вот очень хитрые люди. Очень хитрые. Значит, у меня мама била у них в клубе органического земледелия такую тяпочку. Тяпочка сама тяплает. Очень крутые устройства. Там такие хитрые штуки, как вот, чтобы и огороду хорошо было, и огородник тоже. Спасибо. Я рада, что немножечко знаю такую в органическом земледелии. У нас действительно очень широкая, такая наградная деятельность. Тяпочки есть. На самом деле, это только из Кокина. Ну, не важно. А сегодня у нас тема Таня. Вот. Причем мы продолжаем эту тему. Сегодня я тоже буду проводить мастер-класс. И будут блюда в дуге. Не те, которые были в прошлый раз. Так что, если кому интересно, кто уже был, пожалуйста, приходите. На крыльчке. На крыльчке большого зала под вывеской носковой брусик. Есть прогульщица Айтанния Сиви? Нет. Так, прогульщица Алиска. Маша. У нас есть второй волонтер Маша. Она сидит в тулу. Если тренер прогулял, она из него делает конфеты. Скажи, Лома, больше купила из нее конфеты уже за два, наверное. Хорошо? Значит, у нас по счетчику получатся. Один мне приходит один килограмм, второй мне приходит два килограмма. То есть это уже три. С нее три килограмма шоколадных конфет. Если не принесет, буду рассказывать про личную жизнь. Я тренирую, знаю, уже лет по 20. Если бы они скинулись, им просил вопрос. Так. Виталий Диков. Мастер энергохиверства и кармической коллекции. Экзорцист. Тетоцелитель. Регрессован. Получеростановщик и бизнес-стриммер. Спасибо. Сейчас будет происходить игра. Игра жизни под названием Лу-Ла. Там спрятаны ваши ресурсы. Там есть ваши возможности. И там решение, как этого достичь, как получить и как дойти к цели. И там то, о чем вы еще не знали. Добро пожаловать в 41-й аудиторию. Спасибо. Виталий Диков в 41-й аудиторию. Ларина и Наталья Степановна. Полисткам. Одни мастер-классы сейчас в 4-м корпусе. Пошли вы до Жаркова. Пусть их достанет и принесет. Да. Так, дописала. Мафия. Главная крыша. У нас Ярослав. Василий. Всем привет! Представляю всем припишись уже в руках, мафия, обвиняющаяся, лидер, номинку, развитие интуиции и прочие полезные вещи, которые мы используем каждый день. Приглашаем, будем играть. Ярика можно найти, он обычно выше на полметра, на крыльце. Вчера уезжаю с базы, где-то пол первого. Смотрю, матьячины сидят вот в этом зале, мафиозы. Это ж надо. Нормальные люди, значит, на майские праздники. Развлекаются как нормальные люди, понимаете? Ну там, шашлыки там, пухлые. То лекции, то игры. Вообще котлетки. Странные люди. Так, и Ярослав Васильев, мафия, вот там, на крыльце. Уже даже никто не смеется, потому что это ненормально. Привылки. Татьяна Ляшко. Она принесла сутку по драгоценных камней. Самый драгоценный камень, это Татьяна Митянина. Татьяна, спасибо за приглашение. Добрый вечер. Я приглашаю вас в интересное путешествие. Путешествие минералов. Я верна и остаюсь верна много-много лет. Что мы будем делать на мастер-классе? Во-первых, я расскажу, как подбирать правильно минералы для себя. Во-вторых, как с ними общаться, чтобы они стали вашими друзьями. В-третьих, как очищать пространство. Правильно располагать минералы, чтобы они вам помогали в вашем приличном пространстве. Ну, а в основном я буду внимания уделять диагностикам с помощью минералов. Ну, например, одна из диагностик, человек выбирает рекамушка, а я говорю, как ваше прошлое влияет на ваше настоящее, повлияет на ваше будущее благодаря выбранным вами камням. Приезжайте, приходите, прибегайте, пока я здесь. Татьяна ходит, где ты ходишь? Знаете, будет мастер-класс проходить на улице. Я вас буду ждать после спортивной площадки, а потом мы будем уходить в огромное место, потому что камни могут быть тишину. На стадионе. Капли на стадионе. Да. Так, Шудалева Катерина завтра принесет килограмм конфет. Да, Володя? Да? Блин, а дом с конфетами идет? Да. А? А дофисы, да? Театр плейбэк. А где? Всем привет, сегодня мы с клейбэком, но мы сегодня с необычным клейбэк-театром. Многие были уже у нас на перформансах здесь, мы ходим на товаре, вот и играем здесь. А сегодня мы приехали с подростковым клейбэк-театром в актере, если у нас такой. И мы будем не просто играть вам перформанс, а мы немножко раскроем занавес, и вы сможете сами поучаствовать в подготовке клейбэк-актера, и немножко тоже попробовать себя на сцене. У нас сегодня такой развернутый мастер-класс, переходящий плавно в представление клейбэк-театра. А что такое плейбэк-театр? Мы расскажем сейчас летом. Пап, все. Вдруг кто не знает. А, друзья, не знаю, плейбэк-театр – это такой волшебный театр, где люди рассказывают истории, а актеры на сцене их сразу же играют. То есть всю нашу драматургию строят люди из-за. Вот, поэтому мы вас очень ждем, очень ждем вас в разминку, которая, главное, перечет перформанс. Кто не хочет вдруг с нами ретминаться и узнавать кухню, может просто вытягиваться на перформанс к 7 часам. Мы будем вот там, вот в большом, таком синем здании, в большой зал называется. Вот, будем вас побеждать. Так, это театр будет в большом зале. Екатерина Шутов-Люба, не шла терапевта. Вот, у меня заявлено в программе глинотерапия, но так получилось, что я доказала материал, глины, это много. Ее не доставили, поэтому, как и так. Да, даже в магазине должен получать не килограмм конфет. Но если у кого-то есть ко мне запрос в пятый угол, как глинотерапевт, то если есть потребность, как это у вас, значит, такой глинотерапевт, или как-либо проконтактировать, есть запрос. Или если, не дай бог, вам стало нехорошо на прошлом мастер-классе, то, пожалуйста, обращайтесь. Вот, Таня написала подо мне во вторую, по-моему, комнату. Я там буду, если нужно, приходите. Спасибо.